Ко второму пожизненному сроку приговорил сегодня Иркутский суд бывшего милиционера Михаила Попкова за 59 убийств и одно покушение. Так называемый ангарский маньяк уже был осужден пожизненно в январе 2015-го. Тогда его признали виновным в 22 убийствах женщин. Сегодня за вынесением вердикта наблюдал наш корреспондент Игорь Пиханов. Игорь, приветствую. Как воспринял решение суда сам Попков и где он будет отбывать наказание? Здравствуйте. Михаил Попков будет отбывать наказание в тюрьме, скорее всего, которая находится на севере страны. Тюрьма для пожизненно насужденных. Это черный дельфин. Сегодня Михаилу Попкову, бывшему милиционеру, признали виновным в 60 убийствах. Таким образом, количество его жертв увеличилось до 84 человек. Бывший милиционер действовал в разных регионах страны. Он убивал женщин. Чаще всего его жертвами становились и женщины. Сценарий убийств, преступления был примерно один и тот же. Он ездил на автомобиле в вечернее и позднее время по городам и поселкам. И на остановках подбирал одиноких женщин, которые не могли уехать. Если они боялись незакониться, он показывал им свое милицейское удостоверение и обещал довести в целости безопасности до дома. Некоторые убийства происходили после изнасилований. Сегодня его признали в 11... Кроме 60 убийств, его признали еще и в 11 изнасилованиях. Давайте послушаем комментарии следователя. Попков совершил на территории Иркутской области в период с 1992 года по 2010 год в городе Ангарске и Иркутском районе, в городе Иркутске, в городе Усолье, Сибирское и Усольском районе не менее 84 преступлений. Жертвами Попкова были женщины различного социального статуса и положения в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году. Как я уже говорил, Михаилу Попкову сегодня вынесли второе пожизненное заключение. Это такого ранее на территории нашей страны еще не было. Михаил Попков, первый приговор, пожизненный срок он получил в 2015 году, был задержан в 2010 году. И тогда он признался, после этого первого приговора он сразу же начал признаваться в новых эпизодах, как считают некоторые адвокаты потерпевших. Таким образом он пытается делать все для того, чтобы его не отправили в тюрьму. Сейчас он находится на территории Иркутского СИЗО и условия содержания там гораздо легче, чем в тюрьме для пожизненного сужденных. Давайте послушаем, что говорит прокурор. Согласно судебно-психолога психиатрической экспертизы, подсудимый Попков признан обвиняемым, но имеется такое заболевание, как гумицидомания, то есть патологическое влечение к убийству людей с адистическими элементами. Некоторые бывшие оперативники и его коллеги полагают, что это не все преступления, которые озвучил Михаил Попков, что возможно впоследствии он признается и в других эпизодах, которые совершил. То есть он с 1992 по конец 2000-х годов часто ездил на Дальний Восток и возможно на территории других регионов также совершал преступления. Спасибо, Игорь. На прямой связи из Иркутска, где сегодня вынесли второй пожизненный приговор ангарскому маньяку, был Игорь Пиханов.